Привет всем будущим настоящим мамочкам! Беременность, как нам всем известно, такое состояние не вечное и, к сожалению, оно очень быстро проходит, заканчивается, наступает момент, когда нам надо с вами уже готовиться к появлению малыша, но в самую первую очередь, конечно, мы все знаем, что нужно подготовиться к больнице, то есть отправиться в роддом. Нужно быть всегда наготове за несколько недель, потому что мы никогда не знаем, когда может случиться чудо. Так или иначе, это зависит не от нас, а на самом деле от природы, от ребеночка, то есть это в прямом смысле слово самое настоящее, что не наесть чудо. Но в наших силах, конечно, подготовиться. Я хочу рассказать, как я подготовилась в роддом. Мое счастье, я забеременела в такое время, когда в роддом можно подготовиться, ну, проще некуда. То есть, существуют сейчас такие сумки, так и называются, сумка в роддом. На заказ через интернет и мне ее прислали сразу же, подготовленную полностью, вплоть до того, что эта сумка обозначена именно для меня. В чем же счастье? Счастье в том, что мне не пришлось вот по этому списку бегать по аптекам, по магазинам и скупать какие-то совершенно новые, неизвестные для меня вещи. То есть, некоторые названия меня просто вводят в какое-то смятение, заблуждение. И я, на самом деле, впервые сталкиваюсь с такими покупками. И я думаю, что я сама бы, скорее всего, не смогла это все приобрести. Ну, может быть, смогла, но для меня это составило бы большую трудность. То есть, я решила поступить хитро, я купила сумку, которая уже полностью оснащена всеми необходимыми и даже более вещами для родов, для роддома, для мамочки и для малыша. Эта сумка освободила у меня массу времени, дала мне свободу. То есть, я ее получила, поставила в уголок, она меня стоит, ждет вместе с моими документами, ждет меня и моего малыша, а я занимаюсь дальше своими делами, снимаю эти видео для вас. То есть, у меня действительно просто освободились руки, у меня упал камень с плеч и все, я готова. Что же есть в этой сумке? Я, признаюсь честно, перечислять вам все эти составляющие не стану, потому что, во-первых, произносятся они очень непросто. Я их напишу у себя в описании внизу, а также оставлю здесь внизу в описании ссылку на магазин, где я покупала эту сумку. Сумка называется Organic, потому что есть несколько разных видов сумок. Есть, как я понимаю, базовый, стандарт, комфорт и моя Organic. Это самая дорогая и самая полноценная сумочка. По ссылке внизу вы сможете попасть в магазин, где я купила эту сумку. И там же, в этом магазине, в инстаграме вы прочитаете все, 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 всю инфу об этих волшебных сумочках. А пока я просто скажу свое мнение. Сумка прозрачная, как полагается, в роддом. То есть, обычно требуют какие-то полиэтиленовые пакеты. Это было бы ужасно, если бы я отправилась в роддом с полиэтиленовым пакетом. В сумочке все организовано. Существуют вот такие косметички, которые далее можно использовать уже с родившимся малышом. Можно также складывать пустышки. И мне очень понравилось, что в сумке присутствует косметика Веледа. В Европе это мы называем Веледа, но в России зовут это Веледа. Косметика здесь для малыша и для мамы. Для малыша есть все. И крем под подгузники, и пустышки, бутылочки, авент, правильно, куча всяких салфеток увлажняющих. Есть всякие специальные принадлежности для кормления для мамочки, которые создадут ей комфорт. Мочалки, вплоть до... даже вплоть до тапочек. И даже есть носочки. То есть, в принципе, половина гардероба уже собрана в этой сумке. Различные трусики. Понравилось, что есть подгузники японские. Три разных вида, как я поняла. То есть, необходимо подобрать малышу изначально то, что ему подойдет. Потому что, вроде как, не принято в роддом ехать с большой упаковкой подгузников. Это некомфортно. Плюс ко всему, малышке может не подойти какой-то вид подгузников. Здесь вот есть три разных вида. И если что-то понравится, можно позвонить в службу доставки, либо родственникам, и они это довезут. Но все-таки, на мой взгляд, мне показалось, что три подгузника это маловато. Даже вот на первый день, на первые часы, я докупила с собой еще подгузники. То есть, подгузники я купила в розницу. Несколько разных видов. То есть, я их также умещу в эту сумку. Пусть они будут. И я буду просто сравнивать уже в процессе. Смотреть, что подходит, а что нет. Очень много продукции японского качества, японского производителя. Это первое, что бросается в глаза. Даже есть детские пеленки для малыша. Вплоть до бумажных сухих полотенец. Ну и, в общем, много еще всего интимного. И необходимого, опять же, повторюсь, для появления малышки на свет. Приятно получить такую папочку с открыткой. С приятным посланием, опять же, на другой стороне. Далее, есть также в этой папочке блокнот необходимый для мамы, для записей. Также ручка, чтобы не копошиться ни в каких сумках, не лазить, не искать. И еще очень понравилось, что есть наклейки от нуля до одного года. То есть, я родилась и я родился. Естественно, я беру с собой халат теплый. Ну вот, мой самый волнующий момент практически уже. Здоровых деток, счастливых семей, любви. И спасибо, что были со мной. До новых встреч. Пока!